Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, хеллоу, и мы продолжаем изучать шестую главу, значит, продолжаем изучать шестую главу Мишли, притчи царя Соломона, и на прошлом уроке мы говорили о том, что можно учиться трудолюбию у муравья, то есть муравей, у него нет ни начальника, ни надспорщика, ни правителя, а муравей, он пашет день и ночь, пашет день и ночь, и всю свою жизнь он работает, 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 и сказал нам царь Соломон, что этому качеству можно у него научиться, и кто должен учиться у муравья, ленивец, ленивец должен учиться у муравья, потому что ленивец это человек, который не делает то, что нужно делать, Да, не делает то, что нужно делать, и он называется ленивец, то есть он не выполняет то, ради чего он родился, а есть интересное такое, как высказывание в Торе, что Адам ле Амаль Юлат, что человек рожден для труда, и человек рожден для труда, и в общем-то обязательно нужно заниматься в жизни производительным трудом, производить что-то, создавать что-то полезное для мира, для людей, и муравей же не для себя работает, муравей не может съесть то, что он набирает, даже он, наверное, там, я не знаю, сколько живут муравьи, но он носит прям целую всю жизнь, он носит, накапливает, строит, накапливает, почему? Он выполняет свои, он так запрограммирован, у него такая программа, и человек, он рожден для труда, он тоже запрограммирован для того, чтобы работать и преобразовывать мир в лучшую сторону, а что человека останавливает? Его останавливает вот эта лень, да, ленивец, мошек и мясорубь, привет, он не ленивец, как раз мошек и мясорубь работящий парень, и вот, значит, сказал нам царь Соломон учиться у муравья, заготавливает муравей летом, заготавливает свой хлеб и собирает во время жатвы свою еду, то есть у него прямо он, в каждый период он делает то, что нужно делать, и здесь очень важно, я когда-то такую, как формулу разработал, 3Р, то есть нужно все время накапливать, увеличивать свой ресурс, нужно все время достигать, создавать результаты какие-то в жизни, и радоваться, чуть-чуть радоваться, причем интересно, что самые выдающиеся люди, которые достигли самых выдающихся результатов по изменению мира, по преображению мира, а здесь очень важная такая штука, что вот, кто становится известными, например, да, кто получает самое большое признание и деньги, если мы посмотрим, самый богатый человек в мире, например, это человек, там, Джефф Безос, да, почему он самый богатый человек в мире, потому что он создал Амазон, который приносит пользу максимальному количеству людей в мире, то есть Амазон, это компания, которая доставляет продукты, там, доставляет разные-разные вещи людям по всему миру, то есть он сумел, Джефф Безос, принести пользу максимальному количеству людей, и он, Джефф Безос, самый богатый человек в мире, или мы возьмем, там, например, Леонардо Ди Каприо, да, какого-нибудь, или, ну, какого-то актера, да, почему этот актер, все его знают, а потому что все ходят в кино и сидят, получают удовольствие от того, что он там изображает что-то, то есть человек, который создает, что-то производит и приносит пользу другим людям, он получает в возвратом, он получает признание и деньги, понятно, да, как это работает? И, значит, муравей нам дан как пример, пример некого создания, да, божественного, которое работает день и ночь, принося пользу, но не себе, то есть он на себя, он не работает, он работает просто для того, чтобы строить эти все муравейники, там, собирать еду. Теперь дальше, девятый отрывок, обращается царь Соломон уже напрямую к ленивцам, и он ленивцам говорит, «Одмотай ацельти шкаф, мотай такум мишнатеха». Он говорит, до каких, «Одмотай», до каких пор, ленивец, будешь ты лежать, когда ты встанешь от своего сна. Значит, что это значит? Просыпается этот человек, да, то есть он ночью поспал. Ночью он поспал, восстановился, перезагрузился, то есть произошли все процессы восстановления, дальше ему надо вставать, ему надо вставать. Видите, тут написано, до каких пор ты будешь лежать, когда ты встанешь с кровати. То есть вначале он спит, потом он лежит, потом он сидит, потом он расслабляется, то есть у него вся его жизнь, она проходит, можно сказать, на кровати. Причем интересно, что здесь Малбим, он говорит, что речь идет не о времени дня, это вопрос риторический, а речь идет о периодах в жизни. Потому что в молодости человек развлекается, он развлекается, потом он уже в зрелом возрасте, он уже как бы привык отдыхать, и он уже не может напрягаться, он не понимает, как напрягаться, как учить Тору, как развиваться, как. Есть одна из самых известных историй в еврейском подходе к жизни, в иудаизме, это история про Раби Ативу. Раби Атива был такой величайший мудрец, который, ну там он жил где-то порядка около двух тысяч лет назад, и Раби Атива, он является этим символом вот такого вот подхода к жизни. Значит, Раби Атива был по рождению, он был сыном принявших иудаизм, то есть он был сын Дерим, Дер, это кто принял иудаизм. Значит, вот он, его родители приняли иудаизм, и он был безграмотный, и он работал пастухом, пас овец. И его увидела девушка, которая была дочкой, ее звали Рахель, она была дочкой олигарха, одного из трех самых богатых людей в Иерусалиме, папу ее звали Кальбасову, и она увидела этого пастуха Ативу, и она каким-то образом увидела в нем невероятный духовный потенциал. И она, значит, Ативе говорит, Атива говорит, если ты пойдешь учить Тору, я выйду за тебя замуж. Он прикинул себе, да, отличное вообще предложение, прекрасная красавица, дочка олигарха, значит, учить Тору это не овец пасти, да, и он, значит, соглашается. Они, она приходит к папе, папа говорит, если ты выйдешь за него замуж, я тебя выгоняю из дома. Просто лишаю наследства, выгоняю из дома, все. Она становится перед выбором или духовное совершенство, а женщина, она, когда соединяется с мужчиной, и мужчина, он достигает духовного совершенства, то он ее как бы вместе вытаскивает. И она видит перед собой вот такой вот алмаз ходячий, да, и решает, что мне важнее, удобная сытая жизнь или духовное совершенствование. И она, папе говорит, все, я выхожу за него замуж. Он говорит, все, значит, посмотрим. Она выходит за него замуж, папа лишает ее наследства, у них рождается ребенок, она ему говорит, ты должен учить Тору, ты должен духовно расти. Он пробует, и у него ничего не получается. Все, ничего не получается, у него не, он не понимает вообще, что это Тора, духовное развитие, не все, не идет у него. У него рождается ребенок, и они живут в бедности, в страшной бедности, они живут. Есть несколько историй, прям такие короткие зарисовочки о их жизни в этот период. Значит, родился у них ребенок, они живут в таком сарае, спят на соломе. И тут стук в дверь, значит, тук-тук-тук, приходит какой-то человек и говорит, вы знаете, у меня сейчас жена рожает, и даже у нас в доме соломы нету. И Акива ей говорит, Рахель, смотри, какие мы счастливы, у нас даже хоть солома есть, а у них соломы нет, давай им отдадим. Они отдают им эти соломенные тюфетти, чтобы эта жена, которая родила, могла, было ей на чем лежать. Отдают тюфетти. Вторая зарисовка, еще это, значит, тоже связано с соломой. Раби Акива с Рахелью лежат в этой соломе, и он ей говорит, ты знаешь, говорит, вот если я стану когда-нибудь богатым, я тебе куплю вот такое золотое украшение на голову, диадема такая, Иерусалим из золота, я тебе куплю такую корону золотую, да. Он ей такое говорит. Но по факту он пастух, спят на соломе, и никаких нету перспектив. И он как-то рассказывает, он идет с овцами, ему уже 40 лет. Сын уже учится в Хедере, ему там 3-4 года. И он идет с овцами с этими, как бы в полной депрессии, да, получается. И тут он видит, вода капает на камень в каком-то месте, и она пробила дырку в камне. И тут он говорит Акива, если вода, которая капает на одно место, сделала дырку в камне, так неужели слова Торы, которые и огонь, и вода, это как от Бога, они не пробьют вообще в моем мировосприятии дорогу, я не постигну Тору и не соединю со Всевышним через Тору. Говорит, если вода сделала дырку в камне, я тоже смогу. Ему в тот момент было 40 лет. И он пошел в Хедер и вместе с сыном сидел в Хедере, учился, начал учиться с первого уровня. Научился буквам, научился читать, писать, там, и так далее. И он пошел, 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 значит, именно с базового уровня. Прошел весь базовый уровень и так далее, и так далее. И дальше он пошел учиться к великим мудрецам. И уехал там в Яшиву на 12 лет. Жена его отпустила на 12 лет в Яшиву быть учеником какого-то очень серьезного там человека. И он уехал на 12 лет, потом он вернулся домой и слышит, как соседка говорит его жене, ну что говорит, видишь, где твой муж, что же это за жизнь такая? Она говорит, он занимается самым важным делом в мире, духовным ростом, духовным совершенствованием. И даже если он еще 12 лет не придет, я все равно буду его ждать и буду счастлива. В общем, так она ответила этой соседке. И рабе Акива это услышал и ушел на 12 лет еще в Яшиву. И через 2-4 года он возвращается в этот город, в Иерусалим. С ним 24 тысячи его учеников идут, прямо тысячи. Весь город его встречает. И, значит, его жена, его жена Рахель, она уже женщина в возрасте, она пытается как-то приблизиться, и тут он ее увидел и говорит всем ученикам, отходите, говорит, вот вся наша, вся моя Тора и вся ваша Тора это принадлежит ей. То есть, только все в заслугу ее, это все произошло. Все, теперь папа ее услышал эту всю новость. Он говорит, все, дочь Рахель, отдаю тебе полсостояния, и, значит, они становятся супер богатыми, и он становится главой всех мудрецов в еврейском народе. И было ему к тому моменту, когда он стал главой мудрецов, уже было около 80 лет, и он прожил 120 лет. Вот такая вот интересная история про Раби Ативу. Так, сказал, сказал, царь Соломон, сказал всем нам, он говорит в девятом отрывке, в девятом отрывке, до каких пор, ленивец, ты будешь спать, до каких пор, когда ты встанешь с кровати. И в десятом отрывке он добавляет и говорит, а это я сейчас, почему вспомнил про Раби Атива, что тот, кто ленивый в молодости, он обычно ленивый и в среднем возрасте. Так, царь Соломон обращается, не важно, сколько тебе лет, в любой момент ты можешь измениться и начать создавать себя, строить себя. И даже ученые доказали, что человек в 90 лет, который начинает тренироваться, у него сила мышц растет в разы. За месяц он может стать в несколько раз сильнее, если он в 90 лет начинает тренироваться. И мышцы восстанавливаются, нейроны, доказали ученые, что нейроны появляются новые, говорят, что нервные глядя не восстанавливаются, восстанавливаются, новые нейроны в любом возрасте начинают расти. Проще, сложнее, но возраст это вообще никакая не отговорка. Но что говорит ленивец? Десятый отрывок нам показывает, как ленивцы они разговаривают. Мат женот, немного поспать. Мат нумот, немного подремать. Мат хибук я даю, немного сложа руки посидеть. Ли шкаф, ли шкаф, даже полежать. Это три фразы безделья. Вот это то, что я когда-то написал. Значит, три фазы безделья. Глубокий сон, это понятно. Человек спит, восстанавливается. Немного подремать. Это уже лень. Немного с руками этими полежать. И одиннадцатый отрывок, что будет? Тогда царь Соломон нам сообщает три тысячи лет назад, что будет, если вот эти вот три фазы станут привычными и станут они привычными для человека ежедневными. Что будет? А вот он говорит нам, что будет. Уба кемаалах решеха и придет как путник бедность твоя Умахсарха кейишмаген и нужда придет, недостаток придет, как человек вооруженный, как вооруженный человек. Значит, что это происходит? Когда человек здесь тоже видите, здесь нам переданы как устроен мир, как бы законы. Вначале приходит бедность. Ну, бедность, она как бы, ну, нормально, есть люди, аскеты, там, бедные, это как бы такое дело, есть разные уровни жизни и можно быть счастливым на разном уровне жизни, но придет, как следующая стадия называется масхарка кейишмаген. Недостаток придет, нужда, как человек с оружием. То есть, в момент, когда есть, вначале приходит бедность, то есть, это недостаток ресурсов, но они есть. Но потом приходит уже такой недостаток ресурсов, который заставляет тебя просто, это как вооруженный мужик, платить за квартиру, нечего кушать и так далее. То есть, долги там за какой-то свет электричества, а долги по кредитным карточкам, которые накапливаются. Некоторые берут микрокредиты. Мне там, ну, я с... Несколько историй прям мои знакомые приходили и рассказывали, да, здесь взял чуть-чуть, там взял чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а эти микрокредиты, они с огромными процентами, и ты как бы их вначале не видишь, и буквально за несколько там месяцев они вырастают в невероятные суммы, да, это... и уже тогда приходит, приходит как мужик с оружием, коллекторы, и начинают собирать. А все с чего начинается? А все начинается с лени, потому что человек, он вместо того, чтобы развиваться, работать, приобретать новые знания, новые навыки, то есть, что такое производительный труд? Производительный труд, ты должен что-то уметь делать, что приносит пользу другим людям. Есть множество профессий, множество занятий, которые, если ты ими занимаешься профессионально и вкладываешь туда, просыпаешься утром, вот, казалось бы, да, я сейчас знаю несколько человек, которые очень хорошие тренера, очень хорошие тренера зарабатывают огромные деньги, то есть, они реализовали, есть там один тренер, он зарабатывает около там, ну, я не знаю, 50 тысяч долларов в месяц, все. Я его спрашиваю, какие твои дальнейшие планы? Он говорит, я сейчас учусь, я там на психолога углубляю свои знания и учу английский, прям по полдня учу английский. Я говорю, зачем? Он говорит, хочу дальше расширяться на весь мир, буду на английском работать, да? То есть, казалось бы, у него столько денег, столько ресурсов, столько возможностей, отдыхай. Так вот, именно в этом-то и прикол, что он стал таким богатым, потому что он не был ленивым. И он не может сейчас стать ленивым. То есть, если он не ленивый, то даже в момент, когда он уже заработал и реализовал все свои возможности, он продолжает работать, 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 работать. А ленивый как? Он изначально ленивый, потом, если у него еще на каком-то периоде там что-то есть, он продолжает быть ленивым, но потом то, что есть, оно заканчивается, а он вместо того, чтобы напрягаться, он не может напрягаться. Все. И потом приходит человек с оружием, мужик с оружием, и все. Теперь дальше, дальше, последний, двенадцатый отрывок, тогда сегодня, давайте двенадцатый отрывок. Дальше царь Соломон нам показывает следующая стадия, следующая стадия, она выглядит так. Адам блияаль, иш авен, олех аикшут пе. Значит, человек блияаль. Кто такой человек блияаль? Значит, это слово переводится блияаль, блиоль, без ярма. То есть, есть, есть такое, тогда это было всем понятно, в сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве использовались тогда в основном там быки, коровы, для того, чтобы пасти. И на них одевали ярмо, такое ярмо, такая штука. К этому ярму цепляли какие-то там палки или веревки, и это животное, оно тащило вот это. А это ярмо, им, ярмом этим управляли. То есть, это ярмо, оно ему не давало двинуться ни вправо, ни влево, и, значит, управляли ярмом. Теперь человек, у человека тоже есть ярмо. Какое ярмо одевается на человека? Есть вот это ярмо, это, вот каждое утро, когда мы говорим Шма и Сраэль, это ярмо, Малхут Шама, царство небес. То есть, я говорю, мой царь, мой хозяин бог, бог мне в заповедях сказал, что делать, я в этом мире, как бы, моя жизнь, я принадлежу богу, да, то есть, он мне все дал, и я, значит, вот я в это ярмо впрягся, и я, значит, в этом ярме, я гребу. Теперь, человек без ярма, на языке Мишли, да, это объясняют мудрецы, это человек, который сбросил с себя ярмо Торы, перестал соблюдать заповеди и верить в Бога. То есть, такой человек, он называется Адам Блияаль, человек без ярма, на него, его ничего не держит. Теперь, значит, кто, кем он становится, дальше идет, вот следующая статья, Иш АВЭД, человек греха. Человек греха, это, он, как бы, и в мыслях своих, он должен или принять, или придумать, какую-то извращенную идеологию, вместо божественной, вот этого ярма, которая выражена очень хорошо, в 10 заповедях, это делать нельзя, это делать надо, и все. Теперь человек, который без ярма, он называется человек греха, он выдумывать себе начинает какие-то схемы, но все эти схемы, как бы, их, то есть, или ты идешь по системе Бога, это ярмо Торы, или ты его сбрасываешь в себя, тебе неудобно, что нельзя там воровать, нельзя, обманывать нельзя, ну, и так далее, и тебе неудобно, что нужно соблюдать шаббат, нужно молиться, нужно делать то, нужно есть кошерное, значит, ты это ярмо сбросил, и ты вроде как он на свободе такой сидишь, класс, свобода, но свободы нет как таковой, то есть, ты все равно будешь что-то делать, если ты делаешь то, что Бог сказал делать, это заповеди, а если ты делаешь то, что ты хочешь делать, но Бог это не сказал делать, то это называется грех. Теперь, значит, и что тогда происходит, он ходит с искривленным ртом, что он начал ходить с искривленным ртом, что это, вот так он ходит, нет, искривленный рот, это показывает ход мысли, то есть, человек постоянно с собой разговаривает, и он себе все объясняет, что надо делать, что не надо делать, что правильно делать, что неправильно делать, как я должен жить, как я не должен жить, и человек, который сбросил себя ярмо, Но вместо этого Ярма Торы заходит какая-то система идеологии, которая называется грех. И дальше он эту систему идеологии своим ртом, он себе ее наговаривает и окружающим людям наговаривает. Все. Там дальше, ну, дальше мы завтра продолжим все следующие стадии, к чему они приходят. Но понятное дело, что они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому давайте подведем итог. Первое, нужно учиться у муравья, нужно быть работягами, такими прям работягами, которые работают, работают, работают. Что собирать? У человека есть варианты. Или ты живешь по системе, божественная система, ты собираешь в этом мире заповеди. И производя полезные, нужные вещи и продукты для мира, ты собираешь с мира и от людей признание, деньги. И просто ты пашешь, даже когда они у тебя есть, если ты как муравей, то ты пашешь в любом случае, работаешь каждый день. Или второй вариант, быть ленивцем. Это значит много лежать, много дремать, много отдыхать. Но тогда мы знаем, что придет вначале бедность, а потом нужда с, как человек с оружием. Все. Поэтому давайте сейчас каждый начинает работать. Я прямо, я люблю работать, например, я муравей. И поэтому давайте сейчас каждый напишет выводы свои, что вы для себя поняли. Дальше есть предыдущие уроки, можно что-то повторить. Можно, то есть работа, это именно вот такая вот рутинная, скучная работа, да. И если когда хочешь учить английский, ты должен учить, ты должен учить работать. Хочешь спорт, работай. Хочешь деньги, работай. Работай всегда, работай везде. И с Божьей помощью будет все хорошо. Особенно, если на тебе есть ярму, ярму Малхут Шамаем, царство небес, и ты работаешь на Бога, это вообще идеальный вариант. Работайте на Бога. Все. Удачи, успехов и всего хорошего.